и добрый вечер дорогие телезрители среда 19 45 эфире темная студии и ведущий весь такой по феншую одеты и нечто красное ну как говорится у нас все-таки новый год наступает год по восточному календарю хотя ни черта этому не верю и вообще не должны наши какие-то исконные уверования и прочее ущемляться какими-то восточными скажем так календарями и системами их отчисления так вот ну ладно год красного петуха и тема у нас будет обозначена такое цветовой код красный мы начинаем да действительно сегодня поступали помидоры сырдахские по 345 рублей всего 30 килограмм и все за час раскупили спрос очень хороший люди спрашивают и поступление ожидаем 30 килограмм 30 килограмм это можно сказать опытный можно урожай с полей плантации с аюре предприятия замечательное предприятие которое профинансировано республиканским алмаз эрген банком конечно совокупности совместно с окружной администрации которая первая в истории ведь круглогодичная теплица построена зоне вечной мерзлоты и для начала я был бы не я если бы нашим спикером которые сегодня замечательного деятели и агрокультуры и банковского дела и чиновником называть петра сменович как-то не хочется давайте тарелочку номер один студию мы сделаем а вот вот этого часть блогерская не выступите в роли независимого эксперта давайте вот так вот без соли извиняемся ребята давайте попробуйте на куда и руками мытые мытые небось если что у меня лапирамид как это органолептическое первичное впечатление или исследование органолептическое исследование произвели спикеры но помидоры обычный помидор теперь для сравнения тарелочку номер два тарелочка номер два в которой содержатся абсолютно такие же помидоры ну вкусите почувствуйте как говорится ранее цвет другой номер один и не только цвет и консистенция другая какая-то напряженная очень надо надо опоедала вот дело такое трапеза без беседы это деньги на ветер как говорил мой хороший знакомый и дорогие друзья ваше впечатление давайте начнем с андрея как вы думаете какой тарелочки были помидоры местного производства ну вообще не чем-то отличается чем-то да чем-то скажем так и по вкусу отличается по водянистости отличается цветом отличается но я бы как бы затруднился бы отличить затруднился бы отличить хорошо это твое мнение мая как опытная нарезательница салатов мне кажется в первой тарелочке было первая тарелочка хотя вкус вкус мне кажется одинаковый вроде да но в первой вроде бы я не знаю может быть это первое вкушалась как-то я в ствине не знаю вкус какой-то другой прям балай я думаю что как многодетный отец у первой у первого образца вкус более насыщенный более насыщенный да я думаю что это более свежие помидоры более свежие помидоры и взлет евгений стопроцентно первые это сыр давский вкус очень насыщенный а вторые немножко хрустят это китайский рынок это китайский что-то оттуда с рынка дешевая что-то откуда с рынка вы конечно же правы в первой тарелочке у нас были насыщенные красные помидоры сыр давского скажем так урожая и я был бы не я если бы вот не заготовил вот не что такое да компактный нитратомер я его сейчас включаю включаю компании со x и выбираем в меню нитратомер вот здесь вот нужно выбрать выбрать кабачок картофель клубника лук репчатый огурец огурец помидор грунтовый помидор тепличный помидор тепличный выбираем хорошо норма при этом 300 миллиграмм на один килограмм это содержание нитрата и товарищ редактор да мы берем вот китайский никого нет сменишься это китайский да потому что типоразмер и так далее так далее и втыкаем его прямо сердцевину да и нажимаем кнопочку ok помидор ты идет измерение 107 примерно результат содержания нитратов в данном помидорчике но хорошо что не 300 до которые бы было бы скажем так погранична пограничено значение 107 миллиграмм на один килограмм и пожалуйста первую тарелочку это сыр доски да да у меня тоже нужно и реквизит есть на этот случай тоже да вытираем обнулить обнулил и опять втыкаем помидорчик нажимаю ok идет измерение немножко незрелый поэтому твердый 112 однако почему дело самом нитрата нет нитрата мире да может мы попробуем повторить и более тщательно вытери филика нет не будет один томат вы нарезали просто разрезали пополам и не грезит целый плод и вот давайте для убедительности первую тарелочку нет просто может его надо тщательно помыть кого вот это почему а чем отличается миллиграмм на килограмм давайте еще раз откатываемся назад втыкаем сердцевину и нажимаем окей 141 видимо до убедительность нашего прибора оставляет желать лучшего да и при этом у нас есть данные лаборатории которые абсолютно доказывают зачитайте дмитрий захаров руководитель оса юрий на называли на анализы испытательную лабораторию вот у нас три сорта это качестве эксперимента мы посадили чтобы узнать как кому дальнейшем какие сорта выращивать с какими какие у нас будут лучше покупать и какие лучше подойдут нашим покупателям населению сорта рера тут у него по госту 300 миллиграмм на килограмм всего 22 миллиграмма 22 миллиграмма это это в условиях лаборатории да сорта пронус по госту тоже 300 миллиграмм на килограмм тут 24 миллиграмма содержание сорт комит из 300 которые по госту здесь 17 миллиграмм 17 миллиграмм содержание 17 миллиграмм видимо реально как бы либо прибор скажем так с большой погрешностью либо мы не тщательно вытираем давайте после фирмы еще раз попробуем повторить но тем не менее есть у нас данные лабораторных исследований которые ну по крайней мере они сертифицированном оборудовании на поверенном оборудовании сделаны и давайте начнем с того вот вы получили первый урожай мы посмотрели интервью продавщицы которая сказала что разобрали буквально вот эти 30 килограмм которые вы поставили магазин или на мир в течение там георгий не знаю 15 минут вообще вот эта акция скажем некий флешмоб который поярков и или например завести которые должны были цирдарские помидоры они это ваша затея или это их самодеятельность нет вообще на самом деле мы этот вопрос обсуждали у нас сейчас эксплуатируется экспериментальная теплица продукции не так много она постепенно созревает и ежедневно вот выходит небольшое количество томатов поэтому возможности сегодня распределить по всем торговым точкам якутска нету и мы пошли вот от географической как бы привязки да то есть это центре города или негр и магазин поярков то есть исторические магазины где которые известны всем жителям поэтому мы первую поставку осуществили в эти магазины маркетологические данные что показывают ну маркетологические какая была 400 345 до 345 рублей это розничная цена и очень быстро раскупили продукцию вот поэтому сейчас при нехватке продукции это понятно это законно это нормально хорошо и если давайте этапа реализации у данного проекта все-таки по крайней мере мы можем гордиться что это первая круглогодичная теплица которая в зоне вечной мерзлоты у нас реализована это можно сказать пилотный проект 1 1 этап большого тепличного комплекса который финансируется алмаз аргенбанком кстати почему-то приписывали россельхоз банк видимо из-за названия видимо да максим до 1 1 этап реализации данного проекта строительства экспериментальной теплицы был профинансирована алмаз 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 аргенбанком но тут заслуга конечно же не только не только алмаз аргенбанка это заслуга и городской администрации наших японских партнеров которые изначально участвовали в реализации данного проекта принимали самое активное участие на сегодняшний день мы имеем то что в принципе то что их то что хотели то что планировали теплица экспериментальная и говорить о том что дальнейшая реализация проекта будет она будет однозначно начиная уже со следующего года но в части экономической составляющей в принципе те показатели которые мы видим сейчас они вполне были ожидаемы и удовлетворяют тем показателям которые были заложены изначально максим и силу обстоятельств скажем так очень пристально наблюдали за технологическими за всеми вот этим моментами которые были присуще во первых это конструктивно в качестве основного утеплителя используется двойная стенка из воздуха это двойная целлофановая стенка которая автоматом летнее время видим она собирается каким-то образом в качестве отопителя идут электрические и газовые конвекционные системы и особенность в том что она не сидит на грунте они же выращиваются неких таких блоках которые субстрат да ну каменная вата или что-то типа такую явленного то нечто до мечта похоже минеральная вата то есть фактически это то же самое что и сахабазар да ну но без связи за не бедикой и которая подпитывается вот этими капиллярными системами откуда все знаешь подготовилась хорошо давайте немножко да вообще системе который применяется данной теплицы данной теплицы применяется капельный полив все сама гидропоника это да вот как василис сказал это субстракт это базальтовое волокно здесь там никакой почвы подается питательный раствор который состоит из девяносто четырех процентов это вода мы продолжаем разговор тепличном хозяйстве в селе сырдах это пригороде сырдах которая удает уже первые образцы на урожая и в во время рекламной паузы мы немножко поспорили о том почему не тратомер бытовой бытовой еще раз повторюсь не поверенный выдает одно и то же значение для всех то есть в принципе даже измерили на руке дает одно и то же значение хорошо опустим этот момент скажем самое главное то что пределах допустимо то есть до 300 метров у нас больше там 120 не не показывал в любом случае и мы продолжаем по конструктивам вот этот яркий свет там же тратится наверно вообще дикое количество электроэнергии в сутки до светка освещает 15 часов конечно расходы по электричеству не маленькие со временем по окончании второго третьего этапа я думаю у нас уже сама себе стоимость томатов будет еще чуть ниже и будет все окупаться там же не только томаты будут выращиваться там еще и другие культуры как у нас ранее планировалось были огурцы салатная линия зелень возможно клубника тут дмитрий необходимо добавить то что республика саха якутия она по количеству солнечных дней конкурирует на равных правах с краснодарским краем не москва не 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 москва не санкт-петербург и те города которые находятся средних широтах они по количеству световых дней с нами не могут конкурировать но это только в основном центральная часть и восточная часть якутии вот по выращиванию субстратах но он гораздо более удобен в применении поэтому его используют добавляют органический раствор это вода в которой растворены органические соли с почвы работать почему сложно потому что она вырабатывает себя потом ее поменять ну необходимо поменять это вызывает но очень большие эти телодвижения и работу а субстрат он остается постоянно мембранный воду до наливаешь она впитывает потом обратно впускает и он не содержит никаких микроэлементов вредных этих поэтому является ну как субстрат с ним работать удобнее поэтому технологии немножко ну поменяли в этом отношении а сама технология по которой строит построили эту теплицу на японском голландской изначально но с японскими доработками да получается и один из как бы сказать то что доказывает то что японцы очень дотошные как бы тверды своих этих то что на сегодняшний день вот георгий не даст соврать они до требуют то чтобы томаты созревали на ветках прямо краснеть прямо краснеют на ветках а можно было заранее собрать положить либо там красили но это не соответствует японским технологиям и тем требованиям которые предъявляют наши японские товарищи а чем они так наворочены на что почему все молимся на японской у нас же были свои технологии когда где в покровске в актёмцах актёмцах да да опыт был но тут необходимо отметить то что на сегодняшний день есть такая ну понятие как точка безубыточности вот именно в тепличном хозяйстве . безубыточности наступает от 3 гектаров то есть если мы построим теплицу меньше 3 гектаров 2 с половиной там 2 гектара она изначально будет убыточной поэтому тот тестовый вариант который на сегодняшний день выход на плановую мощность и саюри и того проекта который сейчас в хангаловском устье между актёмцами и улаханом планируется у них начальная производственная мощность 3 гектара и при этом они не должны составлять друг другу конкуренцию потому что при выходе на проектную мощность оба тепличных хозяйства должны обеспечивать город якутск овощами только процентов на 50 можно сразу вопрос да я вот в сайте прочла сахадей да о том что городе куск и ближайшие улусы можно вот этими теплицами и еще дальше если вы построите их да только 2020 25 году почему такой большой срок ну тут я сомневаюсь ответить что потому что как утверждает агропромышленный тепличный комплекс покровский учредители которые сегодня ко мне утром приезжали они планируют запустить первый этап полтора гектара в 2017 году следующем году с аюре я тоже думаю что до 2020 года ждать не станет пораньше выйдут но выход на проектную мощность может быть двадцатом году в том же сайте я прочла что в сутки на электроэнергию вы тратите двенадцать тринадцать тысяч они да это можно как-то вот подумать тут больше тут больше электроэнергии тратится не на обогрев здания а именно на досветку в зимнее время в темное время суток да то есть сейчас а в летнее время тут затраты значительно снизится за счет того что ну весеннее осеннее время у нас очень много солнечной энергии поэтому досветка как бы сказать в этом отношении сильно сокращает то есть ли этом она ничем до обычной нашей домашней теплицы отличаться не будет технологии вообще конечно технологии вот был ранний вопрос чем отличается все-таки японские технологии там от тех же голландских да могу что сказать технологии на самом деле это действительно голландские изначально были но вообще лидерами в гидропонике являются израиль и япония это всем признанный факт то есть эти две страны они имеют хороший опыт имеют хорошие показатели и мы вот в силу своей географической приблизованности в силу каких-то обстоятельств мы вот начали работать с японской стороны сама специфика работы какова вот чем отличается японская технология дело в том что голландцы они продают общую технологию то есть они никогда ее не точат под отдельно взятый регион там под клиентов да у нас тем более наша климатическая зона наша вот мерзлота это совершенно уникальное ну как бы условия да которые у нас здесь есть и на самом деле голландцы которые строят в россии ежегодно по 100 гектаров еще больше гектаров да то ради трех гектаров они здесь специально под нас заморачиваться не стали бы вот ну и самое главное что все наверно знаете про японское качество японские стандарты качества да вот о том что вы говорите что они требуют чтобы томаты созревали на кусте очень четко идет контроля технологических процессов полива ну и сама организации труда вот это вот минеральная вата понятно а вот сам композит вот этот который поливается он откуда берется они его привозят сами либо это наше все питательный раствор он содержит себе микро-макро элементы да понятно что он откуда берется его надо привозить завозить по собой это все российского производства российского производства или наш комплексы в россии они обеспечиваются российскими раньше еще гидропоника когда было тогда говорили что до минеральной ваты еще использовался циолит да то есть высаживали в циолит а такое рассматривается где-нибудь потому что и в японии тоже циолит очень здорово используется и в израильских технологиях очень много вообще циолит мы пока не рассматривали потому что технология гидропоники она уже давно работает и все вот эти испытания да они уже все давно проведены и ну существует понятие окупаемости проекта конечно можно и на циолите посадить на еще чем не они сами сажают и функции и израильтяне сажать да но в данном случае мы пока работаем на субстрате вот на базальтом волокне на базальтом волокна потому что ежегодно все равно надо этот материал обновлять надо это все утилизировать это и говорю то что надо обновлять надо завозить но если это японская это может быть это из японии приводится субстрат он покупается в россии потому что те же голландцы те же другие поставщики тепличного оборудования они сейчас максимально локализовались ну вопрос то в этом потому что вопрос цены отсюда да конечно то есть этот а вот откуда взялась такая цена 300 рублей вообще есть для нас есть как бы две два показателя да первый это у нас себестоимость второе это у нас рынок да то есть по себестоимости мы сейчас имея небольшую теплицу все затраты влажат соответственно каждый килограмм мы более 30 процентов оплачиваем расходы на электроэнергию сколько килограмм в день выходит ежедневно сейчас выходит мы пока еще до 100 килограмм ежедневно мы снимаем но мы тоже только на 100 килограмм в день даже по 500 рублей он никогда не окупит же это теплица но это первый этап не надо забывать что это экспериментально теплица во первых это больше мне кажется это больше такая пиар акция тут цен вопрос цены не стоял вы 300 рублей делаете 500 рублей это больше для людей же делалось поэтому город я думаю в этой в этом плане ошибся когда самом деле я вам поясню да как говорится тренироваться на больших объемах да это ну мягко говоря неправильно да вот мы сейчас построили экспериментальную теплицу мы много показателей сейчас определяем путем экспериментальным путем сколько мы будем газа сжигать какое оборудование ставить какие есть минусы какие плюсы проще на небольшой теплице это все сначала отрепетировать потом заходить на большие объемы и говорить о том чтобы сразу нужно заходить большим объемами я думаю это неправильно и более что технология пробируется впервые у нас в республике я не говорю про объемы я говорю про цену вот по именно про 300 рублей потому что вот сейчас эти 300 рублей я понимаю что этим ничего не окупится вы хоть 100 килограмм пускаете да хоть сделайте 500 рублей все равно купят 100 килограмм все равно купят поэтому это больше пиар акции неправильная надо было сделать реальную цену даже меньше чем на рынке и это от этого город бы выиграл и ваша компания бы выиграла и люди бы знали и старались бы этот а тут шум то подняли на ровном месте понимает что 300 рублей в два раза больше чем на рынке это неправильно а вы знаете вот почему два раза больше вы знаете да вот что на самом деле такого большого шума то нету это кому-то может быть кажется что есть какой-то резонанс ажиотаж люди которые покупают они вот пришли магазин сегодня продавался в вели на мере до по 345 рублей никакого шума пыли все пришли купили говорю нет мы 500 рублей бы сделали все равно вы просто не знаете вы тогда не общаетесь со своими покупателями то который в основном покупает в городе психология да чем дешевле тем лучше это понятно да не но то что я ругаю вас да а ну как совет потому что это андрей вот мне кажется ты ищешь этот проблему там ее нету когда на полную мощность установка начнет работать мы тогда и если она к тому времени будет слишком дорогие помидоры к тому году она на полную мощность будет работать почему к какому году мы выходим на проектную мощность в девятнадцатом году в девятнадцатом году в следующем году мы запустим половину этой мощности нельзя срадим как раз нормально мы мы сколько лет тысячи лет мы жили здесь в якутии здесь никогда не выращивали без помидоров хотя в принципе но имеется ввиду как коммерческий проект конечно как коммерческий проект как реклама вот в этом плане я говорю я не говорю что это плохо или хорошо для рекламы и зерно вы же понимаете что 300 рублей не окупает я не согласен почему-то мне кажется психологически да если товару вот я пробовал на вкус да очень сильно отличается если он товар качестве не лучший он не должен быть дешевле то есть я то есть за своим здоровьем как бы слежу да смотрю да я лучше переплачу за хороший товар за хорошие помидоры чем вот китайские вот я их сразу узнаю я про другое меня не понимаете из этого рекламы не получится понимаешь все таки в этой сфере немножко работают а почему дороже значит дороже значит качественнее значит туда вложено чего-то больше понимаешь тут тоже есть своя психология и в рекламе и в подходе к рекламе и во всем остальном ну я так считаю нет в чем-то в чем-то право наверное все спорящие стороны и в третьем блоке после рекламного блока мы послушаем что говорят отцы города про свою продукцию про те вот эти первые помидоры выращены в зоне вечной мерзлоты в круглогодичной теплице которая называется саха как саюри вообще как расшифровать это японское слово это сардана на это сардана это тепличный комплекс сардана который ну если перевести ахалы но давайте в третьем блоке и послушаем что расскажут отцы города и третий блок в третий блок программа один из нас которым один из нас и дегустируется доски помидоры канун нового года прям праздник какой-то на самом деле и у георгия очень хорошая мысль насчет саюри почему саюри не мысли а информацию вообще перед но в момент создания вот этого проекта это было весной этого года мы тоже думали как же назвать наши совместно якутское японское детище да вот и совершенно случайно вот можно сказать вспомнили кто-то нам подсказал сейчас точно не могу сказать вот это было лет может быть 10 назад японская девушка ее звали саюри кстати вот саюри переводится как сардана только на японском лили вот она приехала в город якутск cvf у нас есть фотографии вот и здесь она училась проходил обучательный процесс обмен опытом и она здесь вышла замуж за нашего местного парня у них образовалась семья родились дети и как бы ну вот наша саюри вот именно вот тепличный комплекс он должен идти по этой легене то что японская технология была ввезена сюда здесь она должна вот расплодиться и короче это японская абакаяда да типа такого что-то типа что-то типа так вот давайте ваше веское слово я хотел бы во первых сказать не легко наверное услышать и критику очень наверное очень правильно это такие вопросы не только у нас в студии задают и задают наверное наши телезрители которые очень многом думают этот проект который был сделан мы считаем тут наверное очень правильно сказать сказано о том что если мы выйдем например минимум хотя бы два с половиной гектара мы посадим таких тепличных хозяйствах то конечно она будет она окупаема и сегодняшний день который у нас сейчас в сырдах и мы построили такой тепличных хозяйств которые на тысяч квадратных метров это чисто экспериментально и мы например здесь же не посадили не груз и не листья не салаты например мы сюда посадили тисто наши томаты чтобы томаты это самая сложная технология и сегодняшний день тот георгий игоревич он очень правильно сказал например тисто даже по себестоимости если взять например мы не так уж вы даже проиграли вот сейчас себестоимость например вот наши помидоров она почти получается до 300 там где-то такая цена но мы очень надеемся о том что сегодняшний день правительством российской федерации нашим депутатами государственной думы сейчас у нас будет уровень проравнивать тарифы если при таких ценах например 3 рубля 50 копеек и этот проект даже одну не не достроив полностью вот это тепличное хозяйство она уже будет уже конкурентоспособна вот мы сегодня вот как раз когда спорим например вот сейчас тепличные такие хозяйства например как вот наши например она не только у нас в якутии например это проблема это же у нас везде строится например в новосибирске там у меня вот георгий игоревич там был там например почти на 25 гектар мы были белоруссии например тоже такие же теплицы например тоже существует и тут мы должны вот например знать тут наверно физики основном скажем например получать один градус тепла она дешевле чем холод на день градус вот почему например даже такие такие теплицы например находятся в африке например тоже есть приfin式 как мы говорим зимние теплицы вот закрытые такие теплицы тоже находится но они там получают не тепло получает как мы они получают холод но от один градуса например холода по либо чтобы получить там получается затрат почти два раза дороже чем у нас поэтому я думаю например все таким вот наше тепличное хозяйство которое сегодняшний день построена сейчас как в и уже начали реализации тут нельзя наверное говорить о том что на нашей Наша задача была, как эксперимент для нашей продукции, отдавать нашим детским садам. И, конечно, вот, например, сегодняшний день по городу Якутску очень многие звонят, например, очень многие пишут. Мы должны быть как-то, ну, не только собирать негативы, да, все-таки должны быть хорошие позитивы, это же будущее. Мы, если вот эти теплицы построим, это для здоровья наших молодого поколения. Да вообще сама возможность того, что круглый год мы будем есть свежие овощи, это уже прекрасно, да, на самом деле. Поэтому я думаю, например, вот эта теплица, конечно, она себя оправдает, и я думаю, например, через два года у нас вот два-три этапа было, но Асин Сергеевич в этом году поставил перед нами задачу о том, что все-таки мы второй этап, но следующий год должны мы закончить, это на 2017 год, и 2018 год у нас полностью, у нас уже 3,5 гектара уже будет построено, поэтому мы очень надеемся на наших инвесторов, на наших, которые вот и Алмаз, и Аргенбанк, и фирма Хоккайдо, которые нам помогают. Тут деньги города нету, как вот многие пишут, например, там бюджетных денег города Якутска нету, это чисто нам помогает наш инвестор, это вот Алмаз, Аргенбанк, и вот фирма Хоккайдо. И мы должны радоваться, мы все к чему-то всегда должны стремиться, а то не только хаять, например, что делается у нас в республике. Да за один вот этот запах я на самом деле готовь вот в ладоши бить, что вот свежий запах. Спасибо. На самом деле, нет, вот Женя, ты почувствовал уже, прямо бьет в нос. Да, сразу моментально. Моментально бьет, на самом деле, и не стоит Дмитрию так расстраиваться, я еще раз говорю, прибор все-таки такой домашний, бытовой. И сама вот эта возможность того, что стенок-то нету. Есть вот двойной такой слой, скажем так, какого-то хитрого полиэтилена, он сотовый какой-то же, да? Это вторая каучуковая пленка, японская компания «Осахи Глаз» ее выпускает. У нее температурный режим эксплуатации от минус 100 до плюс 200. Проводились испытания, сейчас вот она проходит испытания при минус 47-48, она себя оправдывает. Плюс этой пленки в том, что у нее процент светопропускания больше, чем у стекла. Это вот второй плюс, помимо температуры. Третий плюс в том, что у нее полезный срок эксплуатации более 25 лет. То есть мы не будем мучиться, что она порвется или еще что-то обветшает, обмутнеет, да? Она вот единожды поставившись, мы будем эксплуатировать. А как же наша пыль несущая? Вот эта вот, которая сотовый поликарбонат забивает там и так далее. Ну, пыль, от пыли мы никуда не денемся, тем более, что, ну, в Якутске пыльно, но у нас есть естественное очищение это дождей и так далее. Все равно будет естественное очищение. Ну, это можно помыть, без проблем же. Можно помыть, в конце концов. Мне понравилось то, что она самозатягивающаяся, да? То есть если обшивка где-то порвалась, там накладывается такой кусок пластыря, и она разравнивается. Да, есть ремокомплекс. Ну, сколько лет рассчитано матовое шлангство? Ну, вообще ее гарантированный срок эксплуатации 25 лет. Она очень тонкая, у нее толщина всего 100 микрон, но при монтаже теплицы там, ну, работники, монтажники, шеф-монтажники, они по ней вот ходили, и она как бы немножко выгибается, потом, когда они уходят, она встает на свое обратное место. Эффект памяти какой-то. Да, да. И на разрыв у нее 450 процентов. То есть надо ее растернуть 4,5 раза, чтобы она порвалась. А сколько рабочих мест там планируется создать? Вообще в Сырдахе после реализации, ну, 2-го, 3-го этапа у нас более 60 рабочих мест будет. Это будут жители Тулагина, да? Тулагина, Кильдямцы, Сырдах, Кангаласы, Жатай, то есть все ближайшие поселки мы будем максимально задействовать. Я видел вот молодых агрономов и технологов, которые ездили обучаться в Японию, да, разговаривают по-японски некоторые. А на данный момент местные жители задействованы вообще в процессе? На сегодняшний день у нас теплица маленькая, тысяча квадратных метров, поэтому пока у нас овощеводов из местных пока нету. Но, тем не менее, у нас уже работают местные Сырдахские, Тулагина, Кильдямские работники, это газооператоры. Ну, то есть мы покупаем уже со скважины воду, то есть все равно уже какие-то определенные... Экономик мы уже начинаем работать. В строительстве участвовало очень много местных рабочих. А насколько вот возможно было бы такие теплицы строить в северных Улусах, там, и вообще по всей республике, не только в городе Якутске? Ну, вообще, конечно, это же бизнес-модель, правильно? Это не дом, это бизнес-модель. Мы должны четко понять, что его надо сначала построить, его надо правильно эксплуатировать, нужно подготовить кадры, нужно обеспечить сбыт. Для этого, конечно, вот эту экономическую модель мы здесь должны полностью отработать. Сколько чего надо, где людей обучать, как продавать, где продавать. И потом, пожалуйста, если есть наличие инфраструктура, то есть газ, электричество, можно, я думаю, в любом районном центре поставить. Тут бы я поспорил, потому что, опять-таки, если смотреть по линиям, где у нас эти находятся, он как раз с Восточной Якутии приходит в город Якутск. Дальше город Якутск, он горный, и дальше не идет. Вот это зона, где продолжительность светового дня. Ежегодно, там, 255, по-моему, дней световых у нас в этом поднял. Поэтому и вообще крупные объекты, переработки, производства, их необходимо строить рядом с местом сбыта. Если, допустим, в северных районах где-то построить большой теплический комплекс, там, во-первых, затраты еще больше будут на содержание. Соответственно, объемы должны быть еще больше, чтобы рентабельность была. А сбывать эту продукцию будет проблема. Рынка нет. Поэтому, да, именно, а на самом деле этот проект коммерчески очень, ну, как бы сказать, и окупаемый, и рентабельный. Поэтому, вот, в Союзе, я думаю, то, что они с учетом, вот, окупаемость 8 лет, с учетом, без учета господдержки, да, наверное, с учетом государственной поддержки, я думаю, что она будет еще быстрее. Вот, и поэтому тот теплический комплекс, который второй, ну, планируется построить вот в Хангаловском усе, там тоже частные инвесторы. Они вложили свои деньги уже где-то около 150 миллионов рублей, да. Я думаю, что заднего ухода у них сейчас уже нет, деньги потерять. Тоже этот же вопрос. Вот в Актюмцах же была такая теплица. Она чем отличается? В Владимир Васильевич как раз ответит. Да, там совершенно другие технологии использовались. И, опять-таки, объем, тот объем, который, он даже меньше, чем сейчас вот экспериментальная теплица, поэтому он на окупаемость не вышел этот проект. На окупаемость не вышел, да. Ну, давайте подытожим, на самом деле, спасибо, Дмитрий, не расстраивайтесь. На самом деле, даже те показатели, они в три раза ниже допустимых, понимаете? Вот это значение в пределах 100, я не думаю, что тут еще какая-то хитрая выверка там какая-то и так далее. Все-таки прибор бытовой А, еще раз, значения вот эти, они в три раза ниже. Это тоже не следует забывать. Банки, я думаю, очень себе на уме ребята. И вот эту экономическую модель они просчитали очень досконально. И в такие неокупаемые проекты вкладываться наверняка бы не стали, зная Максима, да. И, зная Георгия и Петра Семеновича, я знаю, что социальная роль вот этого данного проекта, она гораздо выше. Вот перед праздниками больницы там, детские сады получили свежие свои овощи, да. Это же вообще прекрасно. Еще раз, я просто радуюсь за тех детишек, которые ощутили вот этот запах. На самом деле, хотим пожелать вот подобным проектам города большего, скажем так, люди голосуют рублю. На самом деле, да, я не знаю, какая там ценовая политика, может быть ошибочно где-то там в начале, может быть где-то там выветрится и так далее. Будем ждать захода, вернее, запуска второй очереди, выхода на полную мощность. И уже тогда посмотрим, будет ли они реально конкурировать вот с привозной продукцией, или все-таки наше, местное, это будет... Давайте с наступающим всех, с Новым годом, еще раз все-таки пожелаем нашим местным производителям, местным производителям, вот такого среднего уровня, удачи, успехов и побольше продукции на наши столы, праздничной особой, особенно год красный. Спасибо.